Организаторы международного российско-молдавского проекта подарили учащимся Бельского лицея имени Ломоносова поездку в Нижний Новгород. Таким образом была отмечена победа ребят в культурно-гуманитарном исследовании, которое бельские и нижегородские педагоги организовали для школьников и студентов из Молдовы и России. Ребята объединились в команды, каждая из которых занималась собственным культурно-гуманитарным исследованием. Бессарабские мотивы в творчестве русских писателей изучала команда лицея имени Ломоносова. Учащийся лицея Дмитрия Кантемира – православие в Молдове. Ребята из лицея имени Александра Пушкина занялись другой темой – вклад молдаван в развитие русской культуры и образования. Всего было обозначено шесть тем. Итоги в формате телемоста подводили 11 октября в Бельском университете. Культурно-просветительский арт-тренинг «Русские восходы» предполагает защиту проектов, которые готовят ребята. Предварительно на заочном этапе они разыграли темы, которые будут готовы. Это и тема «Бессарабские мотивы в творчестве советских русских писателей», это тема «Одна победа на всех», это «Наши близкие темы», «Бессмертный полк», ну и другие. И поскольку темы готовят и нижегородские команды, и команды Молдовы, вот Бельц, и из-за того, что наши команды не смогли сюда прилететь, мы решили организовать телемост, и ребята будут с этой стороны, с нашей, с Бельской стороны уже защищать проекты, чтобы Нижний Новгород эти проекты тоже видел. Там будут тоже члены жюри, это будет место оценивать и здесь, и там, и мы хотим выявить победителей. Кроме учащихся Бельских лицеев и команд «Новое поколение» и «Буревестник», состоявших из студентов университета имени Олега Руссо, в проекте принимали участие российские ребята. Студенты института имени Лобачевского из Арзамаско-Православной гимназии и учащиеся нижегородских школ. Организаторы отметили энтузиазм, с которым молодежь взялась за реализацию проекта. Были очень рады, когда нам сказали, что мы едем в Молдавию. Вообще, этот проект для нас стал открытием. Честно говоря, раньше не задумывались о межкультурных коммуникациях, о том, что это действительно важно. И когда мы сюда приехали, увидели, какой это имеет успех среди ребят, среди школьников, мне кажется, это здорово. А сама страна тоже прекрасна. Да, еще Сократ говорил, что без дружбы никакое общение не имеет ценности, поэтому мы пообщались, подружились, все нам очень понравилось. Завели новые знакомства с ребятами, обменялись контактами, будем общаться. По итогам презентации и защиты исследований, третье место заняла команда Нижегородского института имени Лобачевского. Второе достойно завоевала команда учащихся Арзамаско-Православной гимназии. А первое место получила команда «Поколение Некст» из Бельского лицей имени Ломоносова. Им достался главный приз – поездка в Нижний Новгород. Мы на колец и мы за первое место. «Поколение Некст»! Сdulким в Бельского лицей имени Ломоносова. Усть, пожалуйста, приняут тебя сюда. Как-то выстрелось, сдредcera гимназы своих и цилиндра поставили. Как я тоже хочу выстрелить с этим поколением. Валерий Кузьмин Кузьмин Валерий Кузьмин Кузьмин Большое спасибо всем за хороший интересный диалог, за хорошие эмоции, за радость, которую вы дарите, за то единство, которое мы здесь чувствуем, переживаем и радуемся, что оно у нас есть. Спасибо! Спасибо! Мы готовились две недели. Это были благотворные две недели, за которые мы успели много всего сделать. Мы успели узнать друг друга получше, узнать именно культуру нашей страны и биографию писателя, о котором мы говорили, это Пушкин. Также мы попробовали себя в роли актеров, в роли ораторов и танцоров. Этот опыт был для нас очень ценен. Но вы ждали заслуженного победителя? Мы не ожидали. В сердцах мы верили, но мы не ожидали. Что вы ждете от поездки в Нижний Новгород? Мы ждем новых впечатлений. Мы хотим узнать историю Нижнего Новгорода, посетить там исторические места, чтобы те люди, которые там живут, говорили теперь с нами и рассказывали нам о их истории. Организаторы остались довольны результатами и намерены в дальнейшем реализовывать подобного рода совместные образовательные проекты. И вот наступил самый волнительный момент подведения итогов, награды, победителей. Конечно же, эти два дня прошли очень эмоционально для ребят-участников, но и не менее эмоционально для организаторов, для всех тех, которые помогали им подготовиться для сегодняшней презентации, сегодняшнего выступления. Я думаю, самые желанные цели данного арт-тренинга были достигнуты, потому что в первую очередь дети сдружились. Молодежь, российская молодежь, молдавская, без границ, без каких-либо идеологических недопониманий. Всех их объединила любовь к искусству, к красоте, к вечным ценностям. Мы за это очень рады. И еще раз хочу поблагодарить наших нижегородских партнеров за инициативу, которую они высказали для данного проекта. Хочу поблагодарить Бельский государственный университет, который очень добродушно и со всей открытостью принял нас на своей территории все эти два дня. Мы почувствовали на самом деле академическую такую атмосферу. Благодарим ректорату университета. Хочу пожелать в дальнейшем этим детям общаться между собой, быть инициативными, активными, предлагать новые и новые идеи. Я думаю, примария, я уверена, что примария Муниципе будет поддерживать любую молодежную инициативу, направленную на добро.